4 игры выиграли начали с 3-0 и потом не пошло. Вернее потом у оппонентов пошло. Дайте деньги, нафиг не купил. 5 монет не хватило. Что за карта? Ладно эпическая какая-то, а где эпическая? Великан что ли или? А вот эпическая, Ворген разведчик. Ладно поехали ладырок сыграем, только сначала в настройках, редко настройки-то у нас. Сменим рубашку как, мне тут прям понравилось, которую сегодня дали. Ну а с нубская колода давайте разок попробуем не сыграть, если не попрет сыграем опять локом. Немножко шаманил с Рогой, чуть-чуть совсем. Посмотрим вдруг кого-то выиграть смогу. Сильно в этом сомневаюсь. Там шоколад совсем плохо собрана. Даже не из-за того, что там на плохо собран карту, которых я хотел нет. И пыли нет, чтобы их создать. Вот верх клинку взять пришлось, хоть я не хотел его сильно брать. Потом подумал, что ему пригодится может. На самом деле бесполезная карта, я уже понимаю. Сейчас нормально, более-менее зашло. Сквайр пришел, Волк пришел, Клинок пришел. Я буду сражаться. Ну и просто ждешь. Просто ждешь. Дима скажи, а будешь считаться, если я заюзаю это, а потом вот это. Хотя это не нужно юзать. Нафиг. Хладнокровие сейчас юзать зачем? Это вообще глупость. Великая глупость. Кто только могла прийти в бушку. Этому парню гонять. Ни агента шру нету. Тратим клинок, потому что на следующем ходе поставим клинок убийцы. Ну колоду не очень наверно, там сразу видишь. Что у тебя другой акк что ли? Нет, это так. Просто в батлтеге можно менять имя. Это же батлтег сам написан. И я поудалял все эти глупые колоды, которые у меня были. Вене клинков на одну карту тратить. Зато дравнил себе. Зато дравнил себе. Да, наверное клинка убийцы поставили. Зачищу стол. А следующий ход у меня пойдет служительница солнца. Если ничего такого не будет. Сверхординарного. Да, новый сезон. Новый сезон сегодня начался. В Маулину там есть слезняки, поэтому я лоб бью на троечку. Начался новый сезон и всех откинуло немножко. То есть в ранге естественно. То есть он по идее если я двадцатого был двенадцатого, то и он двадцатого значит был двенадцатого. Ну где-то так. Чтобы я не сворачивался, Дим, пиши не в скайпе, а в чатик. Ну давайте рискнем, сделаем вот так, смотрите. Если не зайдет не юнит, то следующим ходом он обменяется на провокатора как раз. Я решил попробовать, ни разу тревога бота в колоду себя не ставил. Как он вообще будет работать. И будет ли он работать. В принципе если он не ставит таун, то никого не убивают, он умер в этот ход. У нас есть тринадцать урона уже. Ну да. Ты готов. Вдруг. Ну что ж, колоду наверное имеет право на существование. Давай мы с тобою немножко это... Как сказать-то правильно. Может быть подправим чуть-чуть. А пока мы выиграем первую игру. Довольно-ки просто. Димыч ты тут. Хотя можно в принципе сами подумать, что тут можно исправить, что вернее убрать, что добавить. Удар в спину можно один убрать, а можно и не убрать, пригодится. Ликвидацию можно в принципе одну убрать, а что вместо? Что мы можем создать? Потрошение можем создать. Я хочу агента ШРУ создать, но долго стоит. Мастер маскировки. Так себе. Может быть зайдет, может быть нет. Нету карт забей. Ну раз нет карт, значит надо на аренку ходить, там тащить. Ну что локом сыграть разок, потом опять рогой. Роги нужно много. Под идеальную колоду понятно что много нужно. Да и локу можно много добавить. Потрошение агенты там еще несколько арк. Ну да, потрошение агенты нужны точно. Роги конечно же тяжело. Хотел сказать как классно зашло, да? Когда тут улог это не классно зайти не может практически. Он же у нас хорошой. Локу у тебя есть все 100% ради обычных рарок нужно. Ясно. Прежние пики легионарки прошу, обычные рарки на которых у тебя нету. Ну да, пока нету. Пока нету. Очень хочу чтобы жанглер выжил. Какое-то хотя бы какое-то время пожил. Его вчера постоянно убивали первым. Ну так и надо наверное. Так играй копей пыль плюс карты играй пока локом. Хорошо. Буду играть пока локом может быть просто изредка фа фан. Чем нибудь другим так. А пока локом. Тебе сейчас скинусь. Хорошо спасибо. Давай. Давай. Буду рад. Пост нужно разнообразить. Играть хотя бы двумя колодами. Чтоб было веселее смотреть. И соответственно играть. Ну а пока мы начинаем пытаться изничтожить самого гороша. Адского крика. Если я не ошибаюсь. Сейчас он убьет волка естественно. У нас есть еще один волк. Так что не переживай горош. У нас мелче есть. У нас правда есть еще жрицы. У нас еще есть таун. Ну а что давайте не тупить. Смотрите. Берем волка. Берем таун. Берем жрицу. Убиваем. Воскрешаемся. С руки ты не заберешь. Потому что таун есть. Ну сразу волка. Вот. Не знаю какая масса у тебя есть там кажется. У воров есть какая-то масса. Но не все ее далеко юзают. Поэтому живем. Лог конечно веселый получился реально. И под меня как раз я люблю такую игру. Быструю. Агрессивную. Бедная жрица. А за что что ее так не взлюбил. Как много. И думает долго. Сейчас что нибудь плохое сделает. Сейчас что нибудь сотворит. Ой сотворит. Еще и монетка у него была. Я совсем про нее забыл что не монетка осталась. Йети призвал. Я раньше Йети не любил. Ну вот. Поиграв. Вчера. За Йети. Да. Например. Я понял. Какая же. Какой же это. Блин просто. Классный юнит. Просто замечательный. Персонаж. Короче. Хороший. Очень хорошая карта. Обычная. Которая сразу доступна. Действительно классная. Прист ее убить не может сразу. Если она не бафнутая. Потому что 3 и 5 хп может убивать. Маны мало стоят. Имеет 5 хп. Отличная карта. Может. А раньше как-то я не очень до любил эти Йети. Вару нужно размениваться естественно. Размениваться. Уверение размениваться. А чистить стол. Иначе он умирает. Поэтому так и делают. И очистить стол. Мы же драваем карту. Дравнули себе. В принципе того. кого хотели. Стол тоже немножко почистим. Когда стол все таки у врага пустой. Как-то себя комфортнее чувствуешь. Ну а арканит его жнеца потратить на 2 таунта пустых. Это то что нужно. Да. Полностью удовлетворен. Ну рывок я понимаю. Ты будешь убивать дворфа. Учаянный бисерпучительник атаки. Ясно. Давайте еще дровним картам. Учаянный провокатор. Естественно. А потом вот так. И беса. Бьем в лицо. Чтобы ему было пострашнее. Чтобы он понимал. Что 7 урона без хила его убивают. Что ему нужен таунт или хил. Или зачистить стол полностью. Ну или почти полностью. Можно было конечно этого рубака убить. Блок с щитом. Забыл про эту тему. Про блок с щитом. Совсем. Просто. В последнее время. Лара что то ее вообще не юзали. С кем я играл. Еще один дров карт. Казнь. Он далеко еще не проиграл. Из-за своих щитов. Далеко не проиграл. Хотя у нас в колоде есть два с рывком. Типа. Есть два жопы душе еще. К тому же. Щит. Сейчас до 7 минут поднимет. Себе процентов. 99. Хотя нет. Кого то хочет призвать. Буйство. Вау. 3-3. Отлично. Просто супер. Просто супер. Драла им карту. Ну и все убиваем его. Вечелый. 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 Хехех. Продолжаем громить всех подряд. Надо поиграть или аренку еще одну сыграть. Интересно. Как они тут скинули колоду. Колоду Роговскую. Надо сохранить. Потом собрать. Будет. Что сыграть. Еще Лудорог. Или арену пойти играть. Да. Да. Это вы мне вчера рассказывали. Что я залог. А еще потом нубскую Роговскую соберу колоду. Буду хотя бы двумя играть. Ладно. Давайте еще разок ладер. Потом можно на арену сходить. Арну. Хорошо. Отменяем. Раз арену загорена. За кого играть. За кого играть. Я бы за жреца сыграл. Хотя это сложно наверное. Может быть за Рогу. За полку. За полку. Мы только что играли арену. Сыграли ужасно. 4-3. Начали 3-0. Но карты не зашли. Только не жрецам. Давай Валеру возьмем. И кого мне тут брать. Ментального техника. Который зайдет. Не зайдет. Скрытого убийцы. Или древнего дозорного. Дозорный наверное на фиг не нужен. Хотя если и салом. Может решать. Давайте дозорного возьмем. Для маны стоит. Провокаторы или Штормграда. Опять ментальный техник. Давайте. Техника возьмем. Раз уж постоянно к нам приходит. Не знаю. Замаскировать. Взять. Равера Клинков. Взять. Что лучше. Вверх линков. Или замаскировать. Вверх. В принципе. Я то что люблю. Блин. Тут карты все в принципе нормальные. Ну относительно нормальные. Ликвидация в принципе нужна. И двор диверсант пригодится. Да и гарпия неплохая. Да и гарпия неплохая. все таки. Предательство или матроса. Предательство. Потрошение. Еще одного таунта. или вардалака. Сейчас наберу такую колоду что в этом вообще ничего не выгляну. А что вы тут брать. Дима еще подсказывал. Яростного пироманта. Жрицу света. Или древнего мага. Кажется все не то. Хотя пиромант. Сюда. Пиромант. Спринт. Вождь северного виллитра или ружейник Старголена. Вождь или ружейник. Кого взять. Окей. А сейчас. Скажу. Уву. Морлока взять. Морлока. За. С рывком. За две манны. Или двух. И все таки. Ну можно гарпию конечно еще взять. Пойди. Сейчас скажешь гарпию дворфа. Вепарь. Огр. И. Провидец. Тралмара. Я взял провидца. Наверное. Огр. Лучше. Да. Отравляющий укол. Наверное. Тут взять. Карту. Чтобы взять. Хотя бы одну. Коварный удар. Героя. Ну коварный удар. Особо не нужен. Вождь уже один есть. Второй как бы. Много. Пятерок. Много. Пятерок. Пятерок. Потрошение еще одно возьмем. Волка. Дракончика. Если такой колодой наберешь больше трех побед. Это будет победа. Ха-ха. Хорошо. Я тогда возьму. А вот тут интересно. Опытного охотника или манипулятора хапнуть. Охотника или манипулятора. Охотника или манипулятора. Охотника или манипулятора. Охотника. Да ладно. Пойдем. Дальше. Клинок убийцы. Берсикер наверное. Хотя бафф ищешь сержант тоже неплохо. У меня совсем мало. Двое куча на самом деле ледничек нет. Давайте сержант возьмем. Йети. Таунд. Третье потрошение. В принципе можно наверное. Оруженосец. Нет матросы важны. Лепри гнома. Главу культа. Служители боли. Или нет. Или верховного мага. Да нет. Более. Много. Тот. Агент Шру. И пойдем за сколько там. Больше трех побед надо сделать. Пойдем делать больше трех побед. Понабрал я правда конечно. К себе может быть не самого хорошего. В колоду. Спасибо. За удачу. Мне очень сильно понадобится. Нужно ли мне потрошение в данный момент. Когда его там три. Не особо. Псадника наверное оставим. Подсменим. Потрошение с никуда не денешься от него в общем. Ликвидация одна в колоде пришла. Да. Выставлять его. Смысла нет. Он должен бафать. Бьем. У нас яда никакого не зашло. На клинок кидать нечего. У нас вне на голову. Ну ты пригодился всадник. На волке. Волчь, это поздно. Ответай сюда. Его можно потрошением убить. То есть вызвать сейчас сержанта и долбомить потрошение у него это какое-то извращение будет. Если я же призову главу культу, он его просто вольёт. Он просто убьёт ментального техника или просто пропустить ход. Ладно, поехали. Пускай всего ошибка. Пошла гиена и пошёл убиваться естественно там. Нет, не пошёл убиваться там. Это уже интересно. Было убивать наверное её хотя. Что-то я опять творю не то. Гену надо было вольнуть. Вот он сдаст залпу. Гену вольнуть. Её надо было убить. Мы конечно можем ликвидацией вольнуть, но чувствуется залог. Чувствуется то что я ну бас просто. это точно. Не очень приятно. Ну лучше так пока у меня не стоит много юнитов на доске. Давай ещё там двух каких-нибудь призовая и я ментального техника на тебя натравлю. ликвидация, ликвидация или не ликвидация. Ликвидация или не ликвидация. Давайте так. Хотел клинок поставить убить таунта. Не беспокойся я моя, мать-земля присмотрит за тобой. Вот если у неё сейчас останется четыре юнеза. Надеюсь что они у него останутся. То сейчас ментальным техником стащим в себе вот этого копыта. Копыта вот это да. И живём. Опа. Копыта давай. Ну копыта хотел жить ёптус. Что ж ты будешь делать. Хотел копыта отдали блин. Жалко что нельзя заулок этого блин взять собрать на арену пойти ими биться. Там как-то было поинтереснее, повеселее. Ну всё убил у меня понятно. Убил. Сейчас ставим поганище если. Не хватает маны. Угу, не хватает маны. И кто? Ооооо. Давай начнём. Бьём в лицо. ставим себе еще в общем проиграли мы первую первую битву проиграли ну что ж к начинали с 3-х 0 закончили плохо 3-4-4-3 всего лишь может быть если начнем с 0-1 будет лучше да неплохо за три по